Всем привет! Давайте приготовим сегодня сдобный настоящий и ароматный кулич. В небольшой миске смешиваем чайную ложку муки из общего количества, сухие дрожжи и 50 миллилитров обязательно теплой воды, температура примерно 38 градусов. Это будет у нас опара, важно ее предварительно активировать, так как в тесто мы будем добавлять очень много сдобы. Опару накрываем, даем постоять в теплом месте минут 20. В отдельную миску кладем 5 желтков, пол чайной ложки соли, 2 чайных ложки ванильного сахара. Сюда же отправляем 120 грамм обычного сахара и 30 грамм меда. 100 грамм сливок жирностью 20 процентов подогреваем до теплого состояния и уже теплые выливаем к ингредиентам. Кстати, все остальные ингредиенты мы берем уже комнатной температуры, так что заранее доставайте их из холодильника. Как всегда все ингредиенты в точных граммах указаны в конце на экране. Ингредиенты в ложках и стаканах под видео. Слегка перемешаем и добавим 60 грамм 20 процентной сметаны. Смешиваем уже максимально тщательно. Аромат чувствуется, что готовим именно куличи. Дрожжи стали активны, появилась пена, теперь можно смело их использовать дальше. Если все-таки этого не произошло, то смените дрожжи. Размешиваем опару, добавляем сдобную массу и здесь тоже важно хорошо смешать, чтобы дрожжи распределились. И только потом начинаем подсыпать муку заранее просеянную. Советую добавлять муку именно частями, не всыпайте всю сразу, так как она разная и ее количество может слегка отличаться. Ну и когда тесто становится немного гуще, можно продолжать замес теста руками. В принципе, можете делать это с помощью планетарного миксера, как вам удобнее. Постепенно вмешивая муку, добавляем в три этапа мягкое сливочное масло. После каждого добавления тщательно вмешиваем. Масло мне понадобилось 100 грамм, а муки ушло 500. После добавления в тесто масло оно становится более эластичным, масляным и уже более мягким. Теперь вымешиваем его более тщательно, вот таким образом, около трех минут. И осталось в самом конце, в два приема, вмешать подсолнечное рафинированное масло. Здесь 20 миллилитров. Растительное масло сделает тесто не таким плотным после остыванием, как если бы мы готовили только на сливочном. В итоге должно получиться тесто, которое слегка растекается. Остается тесто хорошо отбить, чтобы оно стало еще более эластичным и однородным. Кладем тесто в миску, накрываем. Оставляем обязательно в теплом месте на 2 часа. В нем много сдобы и времени, конечно, нужно много, чтобы оно подросло. Горячей водой промоем курагу, затем нарезаем кубиками. Беру 50 грамм. Также я промыла горячей водой по 50 грамм желтого, коричневого, черного изюма. Можете выбрать что-то одно. Заливаем изюм на пару минут горячей водой, а затем отжимаем и на бумажные полотенца. Убрать лишнюю влагу. Изюм и курагу смешиваем со столовой ложкой муки. Таким образом это все распределится равномерно в тесте. За два часа тесто уже немного выросло. Для такого количества сдобы это вполне нормально. Выкладываем его на рабочий стол, подсыпая немного муки. Распластаем. Сверху распределяем изюм с курагой. Сворачиваем и вымешиваем руками до максимального распределения изюма и кураги. Готовое тесто делим на 4 части. Каждый вышел весом по 325 грамм. Кусочки округляем, пряча изюм в тесто. Раскладываем по формам. Беру среднего размера 9х9. Форму сверху прикрываем и снова дадим тесту вырасти перед выпечкой. Оставляем в тепле на 1,5 или 2 часа. Все зависит от температуры на кухне. Через 1,5 часа вот такой получился результат. Тесто поднялось. Аккуратно прямо на противне переносим в заранее разогретую духовку. Выпекаем куличи при 180 градусах 30-35 минут. Готовность куличей проверяем деревянной шпажкой. Если духовка у вас электрическая, то снижайте температуру на 10 градусов. Сверху они уже очень румяные. Даем куличам немного остыть и можно уже снимать бумагу, но это по желанию. А уже перед нанесением любой глазури куличи должны хорошо остыть. Какую из четырех видов глазури выбрать смотрите в следующем видео, ссылка будет в описании. Ну и конечно же, давайте посмотрим, что у нас получилось. Кулич тяжеленький, но при этом вырос хорошо, очень ароматный и мягкий, слегка влажный и невероятно сдобный. Готовьте с удовольствием, делитесь видео с друзьями, обязательно оставляйте комментарии. На этом сегодня все, не пропустите следующее видео с глазурью, пока!